Друзья, всем привет! У меня сегодня день рождения, мне исполнилось 41 год и смотрите, что мне подарила жена. Правда, вешалка стоит, вот. Это Дэвид Гахан из Депешмот. Рисовали специально. Мне в подарок замечательный николаевский художник Полина Лютер. Мы решили съедить в Херсон. Субтитры сделал DimaTorzok Где можно справиться с день рождения, как ни в Херсоне? В Николаеве как-то вообще не было желания, даже не было желания, не было мысли о том, что вообще справлять день рождения как либо. Мы решили просто поехать в Херсон, посетить парочку экскурсий. Вот пока у нас есть время до экскурсии, мы гуляем. А тут какой-то вот у них фестивальчик, все очень круто, красиво и очень хорошее настроение. Мне уже 41 год. Вот. И как-то даже не верится. Все время кажется, что я молодой, что мне 20 лет. Я всегда нахожу общий язык с 20-25 летними ребятами и вроде как с ними на одной волне и не ощущаю себя каким-то стареньким. Только циферки показывают то, что уже какой-то определенный рубеж пройден, что уже все-таки мне не 20. Но в душе, я думаю, не всегда будет 20. Всегда будет хардкор, панк-рок и некоторое такое красивое распиздяйство. Я же уже кидал, я же попадал. Там нельзя кидать, там коснется. Ну потому что так, специально сделано. Говорят, если монетка не ударится в стенку, то и долетит до дна, то желание исполнится. Когда-то у меня это получалось, но сегодня я не думаю. Не стукнулась. У него сегодня, кстати, день рождения, но не в обиду, своя палка длиннее. Ну просто реально, это с розовым наконечником. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Между прочим, да, это, это, в общем, да, но, 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 это все завтра. Да, типа, и выкинул. Мы потом это зарежем, замонтируем. И вот, что мне дал Юрий, новая палка. И, как говорится, знаете, как объявляет на футболе, вот, и, говорит, вместо палки. На фото вступает новая палка, с белой ручкой. Белой ножкой. Это у нас что? Это у нас АУМИ Х526. Мы будем правильно пить текилу по-херсонски и правильно загадывать желание. У нас сегодня будут целые всевозможные ритуалы. Кстати, когда мы, особенно когда у нас много гостей, мы всегда спрашиваем, знаете, какие мотивы? В каждом, в каждом городе есть свои какие-то локальные вкусности, да, то есть, своя локальная кухня. Ну, в том или ином месте. Вот, когда говорят, допустим, черкассы, вот я сам как черкасс, я всегда говорю, что это вареники на пару, да, вот такие большие. Ну, кто не пробовал? Большие такие. Ну, это еще болтавщина тоже. Не, ну, вот вареник, болтавщина я тоже скажу. А вот, если черкасса, то вареники на пару такие большие, с творогом или с вишнями. Когда говорят, болтава, это щипанные галушки. Галушки, да. Да, щипанные галушки. И когда говорят Киев, многие Киеви говорят, это котлета по-киевски, хотя, конечно, на Киеве... Перепочка, наверное. У-у, перепочка, это вообще... Когда говорят, допустим, вот, в Закарпатье, почему-то баннш всплывает, да? Когда говорят Николаев, что всплывает, николаевцы? Не знаю. Ничего. Отлично, да! Продолжение следует... Здесь очень сильно дует ветер и покрапывает дождь. Это, конечно, не Исландия, это Херсонщина, но она тоже дико крутая. Советую всем, кто здесь не был, обязательно приехать. Это, в принципе, и недалеко, если вы находитесь там в Одессе или в Николаеве. И очень круто, тут есть на что посмотреть. Тут птички летают под ногами буквально у вас. И очень-очень классно. Я очень доволен то, что свою днюху я праздную именно в таком месте. Тут покрапывает дождик, вроде как бы пасмурно, но в то же время настолько круто и интересно. Я сейчас вам покажу все это, вы сами посмотрите. Смотрите, как классно. Смотрите, как это все красиво. Насколько просто это охрененно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как в прошлом своем влоге, наверное, с дня рождения. Даже не, наверное, а как в прошлом влоге своего дня рождения, когда мне исполнили 40 лет. Я немножко откровенничал. Вот. Так же и сегодня хочется, наверное, сказать несколько слов. 41 год. Вроде это много, вроде это немного. Кто как говорит. Для меня, наверное, вот это 40-летие, это какое-то новое рождение, новый этап в жизни. Наверное, хотя бы на первый десяток лет после 40. Чтобы оставаться молодым, чтобы радоваться жизни, в первую очередь. Заниматься какими-то интересными делами. Чтобы часов в сутках тебе катастрофически не хватало. Чтобы ты все время двигался в интересных тебе направлениях. И не было времени на скуку. А потом посмотрим. Я рад, что вы смотрите мой влог. Я рад каждому из вас, каждому комментарию. Даже всем этим сраным дизлайкам я тоже рад. Спасибо большое, ребят. Я всех вас люблю по-своему. Желание в рапане. Желание в рапане комаров. Желание в рапан желании просто, я бы сказал. Рапан желаний. Нечего страшного. Здесь такие большие цели, что все рапаны рано или поздно попадают в Лиман. В рай. Все желания. Ты выкинул рапана. Да. Эй. Это со мной известный блогер. Любимый Рапан. Да, это он, да. Каждый в воскресенье кидает рапана в маль. Личинку желания в рапан. Выбросил ее, сука, в лиман. Этот чувак серьезный бородат. Реально, я видел, как он сидел, писал эти желания. Потом выбирал из 50 желаний. Одно ему сказали, какое выбрать. Я не знаю, но я надеюсь, что это был самкат или жигулин. Все желания в рапане просто в этой вот селевой потоке. Чувак, кстати, день рождения с днём рождения. Это мой рапан желания. Хотите, тогда еще можете отложить. Может, я стану великим тоже видеоблогером, как вы. Не хотите, нет? Если вы прикоснули. Если, если, если. А вы можете поцеловать мой рапан желания, я тоже. Я загадал, чтобы я был великим видеоблогером, как вы. И я, может, им стану, нет? Сниму. И рез! Не в чайку. А оно коснулось этих стенок колодца. Ну, просто были. Есть промежу, подходим, следующий метатель. А сейчас в Турции кто-то, как койки, скажет, что мне рапан, мне в жопу прилетел. Блин, я на Турцию точно докину. Вот, да. Эх. Эх. Что я скажу, да, друзья? Хочу самокат! Только в Турции турецкий самокат будет. Желтая страница Херсончина. Простите, а что вы заказали? Извините. Воображаемый микрофон-то. Тут был просто рапан, а теперь микрофон. Воображаемый рапан. Скажите, это да. Это тарана. До жид до утра. До жид до утра. До жид до утра. Всем привет. Второй день Херсона. Очень такое сложное утро. Я проснулся, у меня болит башка. И не из-за того, что выпивало, а из-за того, что была очень такая пластмассовая подушка. Я, блин, отлежал все. А над копчиком у меня такое ощущение, что мне дорожным знаком били, короче, по нему. Я есть хотел, я обошел весь город. Комаров у тебя есть средства от комаров? Нет, хундугов нет. Средства нет. Комаров нет. Комаров точка нет. Один ходит туда-сюда. Все рассели, всем удобно, всем хорошо. Куда мы едем, вы знаете, да? Это место называют Херсонцы, это уже, наверное, вся Украина пустыней. Хотя, ну вы увидите, пустыня это очень и очень своеобразная. Ну, правильное название, географическое, Олешковские пески. Можно приветы передавать? Да. Мама! Всем, кого знают, да? Ну, будем считать, сделано дело. Так надо передать. Привет. Угу. За барханом бархан, за барханом бархан. Третий верблюд стал, стал весь караван. Вот стоит корова мерблюдов. Таранку. Вот это очень тяжело после вчерашнего. Он не опасен, он не опасен, он не пчела кусает. У нас же висела батарейка, ой-ой-ой-ой-ой, батарейка. Группа жуки просто ползает. Вот, это очень тяжело после вчерашних похождений. Так вот, стинг, стинг, стинг. Бродил, бродил. И шел на железный порт, помню, туда. Но он шел по тропе Пушкина. Кстати, Пушкин, великий русский поэт. Пройдем, я вам покажу. Пушкина покажешь? Да. Ну, как? Чисто понимаете, он умер. Кстати, тут его могила, за другим барханом пройдем. Тише. А что, можно же такую фишку замутить для туристов? Вот здесь Пушкин покажет. Вы думаете его там. А вот, кстати, вот это. Это, кстати, пуля Пушкина. Это этот снаряд, когда бомбили. Это хвостовик от ракеты землевоздух. Кстати, да, вот вы видите, вот здесь вот немного тростника. Но в древности его называли бамбук. И курили. Соответственно, бамбук. Это делать неким. А, Юра, снимай. Началось. Юра, снимай. Пустыня стройная, леная была. В пустыне родилась елочка. А в другую. Ёлочка. Пустыня она росла. Димой летом стройная, леная была. В принципе, это единственная тень этой пустыни. Сейчас под ней все разместимся. Здесь будет наш нашлег. Вы будете знать, где нас искать. Если что, мы под маленькой елочкой. А это пчелоенка, пчелоенка или счетка. Она ест пчел. Субтитры сделал DimaTorzok